Кто не покинул, кто присоединился к этой трансляции Pain Gaming против VJ Это продолжение Best of 2 серии Противостояния между этими двумя Южноамериканскими коллективами Парни из Бразилии против парней из Перу Виха недавно присоединился к составу Pain Gaming И тут уже показал блестящую игру Блестящую, точнее, я хотела сказать Но почему-то сказала иначе И четвертый пик вроде сделался Нет, это все лишь третий, третий Бэйн появляется у Pain Gaming И опять это Тинни для Вихи Который действительно сделал игру по большей части То, что он сотворил на миде с Саут Вурделауром Это было, наверное, немногим лучше Чем то, что случилось с противником Митера Бейда на его линии И со всех сторон действительно очень хорошо сработала команда Pain Заработала себе быструю победу за 15 минут И готова вырываться на вторую карту Посмотрим, получится ли у VJ заработать себе хотя бы одну победу Потому что в общем зачете они движутся со счетом В 5 поражений и 0 побед И пока Дарквиллу у них появляется Это для Фекса Мы уже видели этого персонажа Ну и Night Stalker с Вайпером также у нас здесь имеются Два хороших персонажа для Фокса Таргет не требуют особых затрат по деньгам Но могут показать себя хорошо в бою Но это то же самое можно было сказать и про прошлый пик в целом Но как-то не сработалось Просто слишком сильно задавили Даже Экспириенса толку там не смог набраться коллектив Чтобы дать должного уровня прокаст И здесь еще и Драгонайт появляется Ну получается Вайпер будет кэрри скорее всего Хотя можно и ДК поставить в хард Там допустим Вайпера на мид И оставить себе кого-то на позицию из линии Ну хотя я думаю что они подозревают Что именно Тинни будет находиться на мид линии И ну с Драгонайтом ему будет не так-то сложно справиться Потому что ДК существо бронированное Но от магического прокаста страдает Ну тут Лина появляется И что-то теперь подсказывает Что Пейна по-другому поставит свою мид линию Но это кстати хорошо тем Что они могли запутать и Ви Джей То есть поставить драфты так Что они пикнули против Тинни А оказалось что это уже не так нужно Хорош Тинни Здесь сам по себе А против него хорошо был пикнут Вайпер То есть он был исключительно с целью Держать его на расстоянии Не дать ему приблизиться с помощью Блиндагера Не дать ему приблизиться с помощью Своих способностей ходьбы Потому что замедление лютое Отравление лютое И с этим надо как-то бороться Ну и так же Тинни Не обладает хорошим уровнем брони Пока не зарабатывает себе Левел ультимейта И последний бан Мы видим в этот раз еще и Андерлорда Решили убрать Но действительно все-таки С плотностью пока они бороться не могут У них не так много ДПСа Именно дэмэджа в секунду Чтобы можно было смести такого персонажа Но он действительно жирный С Драгонайтом справиться есть чем Более чем здесь Пока исключительно магический прокаст играет Но при этом выход в лейд Есть уже у двух персонажей Тинни может собраться для физического дэмэджа И Линна тоже как правило это делает В нынешней мете Я думаю что Те кто делают ставки сейчас Они не сильно задумываются Куда отправить свои деньги Хотя наверное эксценты говорят так Что и ставить то не очень хочется И последним баном Отправляется Бэтрайдер Интересно кстати Что они хотят тогда взять себе На позицию скорее всего Какого-то тонкого кэрри Возможно тогда Тинни отправится На хард линию А на изи допустим Джаггера поставить Почему бы и нет Хотела сказать по поводу Лайстилера Но Лайстилер здесь уже Забаниться успел Ну вообще Пейна пока Вот я не знаю Когда мы увидим их полную силу О да Это все-таки Джаггернаут оказался Ну это было логично Потому что всегда Когда дело касается бана Персонажей Которые пробивают иммунитет к магии Своим контролем Все время берут персонажи Вот именно со встроенным иммунитетом к магии Типа лайстилера Типа Джаггернаута Выбор не особо велик И Ви Джей Это я видимо просто сказала Чтобы доказать Что особых Интервью актуальных способностей Для этого пика Предсказаний не понадобилось Ну а Ви Джей Вот действительно интересно Как они Видеоэта драфта построят Потому что Есть шикарный прокаст Есть физический демож Есть потенциальный физический демож Есть чем бороться С броней Драгон Найта Есть чем на кровати Вайпера И решили Лондорида Присовок купить Слишком жадно на мой взгляд Вот слишком жадно Там ладно Тинни и Лина Они действительно могут жить За счет прокаста Там Тава берет себе Тинни на хардлейн Все-таки Майсела будет играть На Джаггернауте В изи линии И Виха берет Лину на мид А вот у команды Ви Джей Лок Что это фармящий ДК А нет 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 Лок это у них хардлейнер Дестини на Вайпере Фармить Ну как фармить Ну логично да Все-таки Лондорида Чаще на мид Линнию ставят Чем на изи Мира берет себе Дарк Вилла А не фэкс Ну фэкс сам вчера Я на Насталкере Игру показывал Но мне сейчас Действительно не нравится Драфт Ви Джей Они могут вытащить Но потребуется Минут 60 И упорный фарм Потому что Лондориид фармит За троих Драгонайт И вайпер Тоже персонажи Ну они тоже могут За счет способностей Раскрыться Но полностью Помогает им это Сделать хороший Запас предметов Пэйн гейминг Судя по противникам Которые сейчас Собираются на квалификациях Серьезную конкуренцию Могут составить Разве что Инфамас Кстати мы Инфамас Сегодня уже Тоже Должны увидеть Но против Пэйнов Не сегодня Вчера может Они играли против Пэйнов Нет Вчера Инфамас Играли против Мэтт Кингс Все не сложилось Еще у них встретиться Но я думаю Что в ближайшие дни Мы все таки Встречи между ними Увидим Наверняка завтра Тут квалификации В большом объеме Проходят По всем дням Но сегодня У нас будет только Сжи Спорт В дальнейшем И Инфамас Из знаменитых коллективов И ВиДжей По моему Еще раз встретится нам Но вот пока Ни единые победы Не заработали ВиДжей На этих квалификациях Просто прям Совсем не идет У них игра И все оказываются Наглую выше их Но вчера они не так Быстро проигрывали Вот эта игра За 15 минут Это прям моветон Но пока мы видим Начинается у нас Противостояние Давайте подключим Худ и посмотрим В правильном ли Порядке у нас Команды расположились На нем Худ И Так 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 Пейн у нас играет Сейчас за силу света Да Сила света Так же правильно Пейнгеймин Выдвигается Сейчас В смоках Действует так же Как действовали Против них В прошлый раз ВиДжей И давайте посмотрим Чем это закончится На Мисуку можно выйти И вполне Он тут Забирается А Все таки на кэри Позицию отдали Лундруиды Видимо Слопнулись А нет Вру Это просто Достинник Оказывается Не на той линии стоит Ну да ладно Как-то Здесь немного Не сходится С тем Что показывается К никнеймам На стадии драфтов И то что мы видим В самой игре Это связано С безбилетностью Этих матчей Как-то Не удалось Видимо Супер мейджора Пока сделать его Разработать Билет В ДОТО ТВ И поэтому Тагов Прошу прощения Таговых Никах Мы здесь Не видим Вот Все что расставили Сейчас Пейн Это означает То что они С такими же Никнеймами И в пабах Играют А вот Команд Другого уровня Или просто Там Других людей У них Как правило Не то же самое Что заявлено В ростере Саид И Павел Но это логично Все таки Не все хотят Показывать То что они Профессионалы Хотя Дота Немного Распределилась Иначе Сейчас галочка Имеется По моему В профиле У всех профессионалов Тава Карст Кров Сейчас ловит Получится ли Его забрать Тут так-то Дэмэджа Больше нету Ну что Ну у Фэкса Есть Войд Первого уровня И просто Правильно Действует Оговорки начались Извините Позвольте себе На трансляции Хлебнуть кофе Потому что Мозгимное уже не владеет Или я мозгами Так Это Мисуко Под копчик Есть Медведь рядом Пытается его оберегать Но Медведь пока Безо всего Без корней Без способности Хорошо действительно Помочь Разве что Можно пытаться Через него фармить То есть Мисуко поставить Чуть-чуть подальше А Медведя Отправить Заниматься крипами Но крипсад Пока у него тоже Оставляет желать лучшего Пропустил Пачку крипов Точнее Два крипа Погибло без него Еще один крип Задынаился Ну и он Действительно Пока ничего не добился Но зато Неплохо Все идет у Дэст И не на миде Первых крипов он зарабатывает Помешать ему фармить Лина может Вот только от спамом Но этого видите Даже сейчас достаточно Вайпер Корозевский На своем Не сильно Это вихи мешает Все-таки Первый уровень Там мизерный урон Кингал Под копчик По мире И тут брейнсапта Еще неплохо Повоздействовал И мира осталось Без двух третий хп Болезненно вышло Трипла такая получается Как в прошлый раз В принципе Трипл на трипл Был Но тогда Это была просто Харда С кардлейнером И двумя саппортами Которые пытались Загнобить Терраблейда И ничего не вышло А здесь именно Изилиние две Столкнулись А тут Тава пока Пытается бороться С Драгоннайтом Ну у них тут У каждого Свои заморочки Но мы видим То что ДК Отстал уже На пачку крипов Целую И пытается Резать урон У Тава Но тот пытается Спасаться через три греб Кулдаун пока Еще большой Но это не мешает Ему фаргать Кингал Забирает рунку Очень-очень Нагло поступил Сейчас саппорт Остался без Дополнительного золота Но это сейчас Не так обидно Хотя кажется Кром под Дастеру И Ферзбата Так-то может И появиться Есть Найт Мерзи И выйдет Станчик И теперь еще Попался в руты Тут уже Мрамбл Мейс Помог немного Но Дастер И выйдет уже Остальные пустые Фекса сейчас Подкопали Фекса можно забрать Попытаться Майсела Тоже много урона Получил Но он Сейчас через вард Похилится Ну а Кингава Может на базу Отойти Видите Опять не очень Удачное начало Получилось для Команды Ви Джеи Но это всего лишь Первая кровь Но кому она досталась Это уже Действительно Вопрос отдельный Потому что в прошлый раз Тоже Майсела Получил первую кровь И 400 золота с нее И сейчас 350 золота Отправилась в копилку Джаггернаута И вы видите То что по Крепстатам Ведет команда Пей на 5 Мира Можно его забрать Попытаться Найт Мерзи Чтобы задержать на месте У Дастера еще и Ну птички с руки Так увесистые получается И Дастер сам и забирает Саппорта И делает топаут И это Мира Действительно Пока вроде как Дарквиллу активничает Но вся ее активность Идет даже к худшему Для команды противников Это просто Даже странно смотрится Майсела Майсела сейчас может Подстрять немного Хотя вот у него Действительно Шансы переживать Ой-ой-ой А тут нагло поступил Хотя денег Сколько он сейчас Получит за медведя Это любой риск оправдывает 300 золота Гораздо больше Чем за любого героя Который после Ферсбалта забирается Фэкс Подстан Драгонслейв Урона достаточный Причем бодиблок Шикарный сейчас От Кингау И Фэкс должен погибать Последний ударчик И Лина забирает фраг Вот это первая Теперь уже Подкормка для Лины Просто раз у нее Соло получилось Там по-моему За 5 минут Дважды забрать ОД А здесь вот с помощью Теперь уже саппортов Отличное перемещение Цин Кинга В меру активные саппорты Пейнов Но Мира вот действительно Вроде как и пытается Там подстанами Рутами помочь Но ее картина По сути бесполезен Против Майселла Бесполезен Против Дастера И даже Цин Кинга Потому что всегда Будет под сейф От Дастера И на этой линии Ее существование Просто обречено Действительно Возможно ей стоит Передвинуться на другую Там стоять на миде Еще что-то придумать Не ясно Но здесь Ей Прямо действительно С ее с пылами Безысходность какая-то Обдает Правда маны Сейчас у Бэйна нет Он станчик-то все-таки Получит И что касается Найтсалкера Он сам по себе Герой Которому Трудно привязаться К одной линии Он действительно Герой ночной Вот начинается ночь И теперь настало время Ему проливать кровь Ищет себе жертву Уровень маловат Конечно Но что поделать Ой Дэст Не посвалил Станчик Попался И есть еще и фласка Надо ее сбивать Есть битая фласка Правда Тавара Танкует слишком много Дэмджа Виха сейчас подстрянет И погибает Дэст Не всоло Забирает враг Но это наглость Это действительно перенаглел Мог Видимо хотел забрать фраг До последнего Мечтал это сделать Но вышло не очень хорошо Золото отдал достаточно Тем более что Скорее всего Нетворс у него тоже Сейчас неплохой Да Видите Топ 3 по Нетворсу Занимает команда Пейн Но это Слишком маленькая минута Чтобы Придавать этому Большое значение Стоит заглянуть Минуту через 5 еще раз Но фрагов Сделано достаточно Чтобы оценить Именно через Нетворс Все таки состояние Кингао Попался Войд есть Его должны забирать Под Таваром Тут правда Крипчиков нету Чтобы могли потанковать Но это оказалось И не необходимо Мир забирает фраг Смог забраться Под Тавар За счет Шэдоу Реалма И Тава Берет себе Новое деревце И готов дальше фармить Видите Он на своей линии Хорошо Со вкусом стоит Драгонайт В принципе тоже У него лучше Нетворса В своей команде Но то что творится С Вайпером Это уму непостижимо Вы видите Как его Нетворс Уже солидно Отличается от Нетворса Коров команды Пейн Но тоже Стоит обратить внимание Что для него важнее Получать экспириенс Остальное все дело Наживное Так Дестине Все таки И Смог Отойти назад Но в принципе Ему вариантов Много не было Либо он фармил Под вышечку Вихи Чтобы было бы Заранее опасно Дестине Просто по Т2 Тавар Сейчас полезут Чтобы забирать У Дастера Есть еще Брейнсап Есть брейнсап Подстанчик И сюда уже Выходит мир Двое попались В рут Но Мраммлмейн Здесь не слишком Помогает справиться С ситуацией Кинггао Подхиливает его Фексу Не дают возможности Его закинуть Воидом Но тут его еще Начинает цеплять Кинггао Будет и Борострайк Нету просто маны Да и самого Борострайка Нету Там еще и Лагуна Блейд Полетела в миру И это Три фрага За Т2 вышкой На шестой минуте Просто наглостью Они сейчас берут Себе золото Выигрывают 486 И большая часть Услав Вихи Тут действительно Зарабатывает Много денег Мидер команда Пейн Но при этом Вайпер остается В нищете и бедности И самое главное Что непонятно Что ему в этой ситуации Делают Правда подкопчик еще есть Деката не так-то просто Свалить У него еще есть Третий уровень Драгонблада Регенец Регенец оживет Но дабл демош У Тава получится Ли нужен подкоп Через 3 секунды только Мраммл Мейз Пытается Мира подсевить Подкоп есть И теперь просто Тычка от Тава Да Это Уже Смерть и погибель Кингао Фекс Есть также еще Эваланч Тосом Можно ли подзакинуться Да Тосы И он за счет него И добивает Мира Вот у Мира Только Шадуриан Есть И будет пытаться Прятаться Эваланча нет Подкоп есть По области действует И хватает Виси демежа Еще и Трипл килл Для Тава Это развал опять Но здесь Тоже Вот стоит подумать Как тут Тава Неудачно спрятался Понял что здесь Где-то вард есть Но это Я думаю Не повод его перебивать Сейчас Не слишком сильно Он мешается Но вообще Действительно Вот ты смотришь на вайпера А куда ему идти В лес Он не способен там фармить На других линиях Нужно заниматься ДК фармом И лондруиду Ему единственное На что стоило надеяться Это ждать Пока снесут вышку Чтобы от него Остали Успокоились И пошли по другим Тадетамарам Виха Сейчас Миру Должен забирать Правда есть Шедурилм И задувочка Отлично Виха справляется За счет своих спылов Правда сейчас Может погибнуть Есть Войт Задувает Это минус Но тоже второй раз Целина от наглости Исключительно Собственно погибает И это минус Это большой минус Потому что Много денег она отдает И 900 золота За жизнь Одну только жизнь При учете Потери саппорта Так Это правда Лох Сейчас Есть по нему Много магического демеджа Пробивает ему лицо Есть подстан Это минус 4000 золота На 8 минуте Могло быть уже и 8 Если бы так вот Ильина не отдавалась 3 фрага сделана Команда ВиДжей И 2 вот этих вот От жадности И один там Кто погибал Кстати Интересно Тут правда Вайпер уходит С этим Это у меня как-то Мышка Не туда ушла Куда я хотела Кто один раз погиб Кингава один раз Отвалился Да Что-то Слеповато Да Он Дести не пока В Найтмере Фекс Остановили их Натиск Но это Все-таки Было необходимо Там через ультимейт Вайпера Можно было сыграть И любое убийство Кого тут не возьми Оно всегда подарит Много денег Команде ВиДжей Как бы там ни была Переработана система Получения золота В их ситуации Все-таки все равно Они всегда будут Уходить в плюс Тем более что Пофармить особо Не получается Правда там Медведь уже в леса пошел Но на такой минуте Леса дают гораздо Меньше денег Чем Лейн крипы Но просто на линии Спейса нету Тава на себя Чуть-чуть подбайтить Пытался Но у него есть 14 стиков Есть пауэртресс Которые можно На силу переключить Так что он Не страдает От тяжкой Своей участи Есть Дести На него у меня слэш И просто прорубает Его Майсела Через Блейд Фьюри Это минус И Майсела Теперь может уйти Уже с чувством Выполнен он долго Правда кажется Кроун Азии Ведилистан Там все равно Попался в Рамбл Мейс Два куста словил И теперь должен отходить Очень нагло Теперь уже точно Нужно идти Мана не осталось Стики Хотелось бы подсейвить И сбили ему все-таки Телепорт И пришлось прожать Стики И теперь уже идти в атаку Есть Тос По мере Миру нужно цеплять И начинает Прорубать у Майсела Хороший крит Залетает И с Блейд Фьюри Просто поразбивать ее Чтобы не дать возможности Уйти через свой Шеду Реал И тут еще и Лох Пострял Минус половина ХП С одного только Брэйн Сапа И Найтмейр сверху Тава сейчас прокастно подойдет Есть Эваланч Можно накрыть им сразу Он решил начать с Тоса Тос Дастер правда погиб Вот это уже печально Тем более что и Таба Может отъехать сейчас У него два стика есть только И нет возможности уйти на ТП Но это для него должно быть смертью Там еще и Майсела Из другой страны попался У него тоже нет шансов уйти А сюда это минус 3 Просто от жадности опять Ну так-то они здесь я думаю Около 1000 золота Должны были выиграть сейчас И действительно 1500 Единиц Золотых монет Сейчас досталось Команде ВИДЖЕЙ И причем в нужные руки попало Именно мидеры Хардлайнер команды Заработали А все время это фармил Лондруид И поэтому видите Оставание Которое казалось Таким значительным Сейчас почти Нивелируется То что Джиггернаут И Лондруид Видите в разнице Имеют только 200 золота Это уже большой плюс Деви Джеи Но правда Все таки стоит помнить Что Лондруид Это герой Который для двоих Собирается И этот герой Должен фармить И для себя И для мишки Поэтому все таки Ему желательно И найти Собережение Впереди Дастер Сэнкинг Выход от лого Подкопчик Есть Виха И эпицентр Кастуется Ничего не жалеет Правда Сбивает эпицентр Но зато Финсгрид Нашелся еще сверху Поэтому Все равно Его тут заберу Правда Два ультимейта Потраченные на одного Турца персонажа Это уже печально Немного Но это не помешает Им подпушить эту вышечку Правда Скорее всего Не заберу За один подход Еще и Мира Погибает Просто между делом Крипы подходят Еще новой пачкой Нету тележки Это печально Но зато Атак спит У Вихи Уже неплохой Почти замакшенный Фьересол Дает ему Возможность пробивать Ну тут еще и Тава подошел Вот с ним уже стало полегче Есть Глиф Ну а с другой стороны Видимо в ответ Пуш пошел Т1 вышку снесли И дальше Дальше хотели пойти В леса Поискать себе цель Майсела рядом У него есть В случае чего Шэдоу Амулет Может даже спрятаться получится Но тут пока Ты два вышка упал уже Наглый Здесь сильно города берет Майсела спрятался Он ждет Перетяжки От своих тиммейтов Видимо И сейчас Мисука Выйдет на более удобную позицию Он просто на него С умни слэша прыгнет Не сука Отошел назад Все-таки Не так-то просто Все Майсела теперь Выбрался Тоже в безопасной зоне Оказался И теперь уже Подфармер Под своей вышкой Дастер Там еще Где-то с другой стороны Убивали Сенкин Тем временем Дестине Тут он все-таки Нашли Они долго искали Но нашли эту цель В лесу И теперь могут Немного Я думаю Постукать вышечку Хотя с дабл дэмэджем На Дестине Можно и с большой вероятностью Ее забрать Будут ли идти сюда Бэйны Может они попытаются Попушить по другим сторонам Но нет Все-таки здесь Майсела остается Подтягивается к нему Бэйн Ультимейт у него есть Кстати Лина Тоже с ультимейтом Пробить можно Кого-нибудь Мисука Попался Сейчас есть Лагуна Блейд Ничего не жалеет Для гостя дорогого И еще и Дестине Попался По нему был Финс Грипп Но его сбил Фэкс Да если они все равно Забирают И сейчас еще и Фэкс Поплатится за свою наглость И тут есть по нему Стуг с дерева Виха Просто нужен Драгон Слейв Там правда с другой стороны Мисука Еще и забирает миру И Фэкс Также погибает Минус 4 Пробмен на одного Только героя Причем саппорта Видите Хороший размен Получился И можно сейчас По нижней линии И пойти дальше Там Т1 вышка Там стоит И Т2 Просто по линии Продавить Но можно также Пойти попробовать Рошана Попробовать Но Думаю с Хилен Вадом Замакшина получится Правда критов Не хватает Еще и минус арморщика Бы хотелось Но кто этим вопросом Заниматься здесь будет Наверное никто Пока они делают Все с упором на магию На магический прокаст На активные способности И выходит хорошо То есть вы видите Даже вот Немакшины криты Поэтому Магии хватает Бокабешки там Ясное дело Еще не скоро появится Хоть у кого-нибудь Даже богатейшие Себе позволить не могут Но кстати Лондруид решил Очень-очень Поступить жадно Он берет себе Радиенс А до Радиенс Еще и дофармиться надо Но при этом У него 300 золота есть По сути Скоро уже появится Сакрит релик С другой стороны Есть через Бедлам убийство Сен Кинга Второй раз Здесь уже Сен Кинг Погибает Виха Юл Септер Террорайз Есть Ни по кому не попадает Пока все отменяется Террорайз Вот так сейчас Виху зацепила И Дасер подсалится Уже ничего не может сделать Зато Дестини Очень сильно просил По хп Таба Попался Под Карст Кроун Сейчас тычечка По нему еще будет И Станчик Есть по Вихе На Виху залетает Еще и тычечка Шэдоу Рилма И должны его тоже забирать Последний удар И это фраг для Дестини Все-таки его яд Оказался сильнее Ударов лога Вот все-таки Здесь тоже Что-то было не так Возможно Отсутствие Вижена Свою роль сыграло Дрались все-таки В слепой зоне Вижен был Под Т2 вышкой Где они рассчитывали Видимо и драться Но не там приняли драку Кингао Выбить искренне Его нечем Сам он тоже Отпушивает линию Не дает добраться До Т1 Вышки в миде Но это последний Т1 у Пейнов Больше типа Особо-то и некуда Все-таки Второй раз пытаться Пушить через нижнюю Будет нагловато Да и крипы далеко Через Багдорп Атакшн точно уж не пробьют Ну и все равно Видите Несмотря на все превратности Судьбы Два неудачных файта 7000 преимущества Остается Все-таки Не так-то просто Перевернуть игру Оказывается Дестини Льется по Кингао Санис тут получает Еще ультимейт От Дестини словил И надо его как-то спасать Корсет Кром Все-таки наверное Он опять здесь жертвой Ляжет от этого файта Да и еще и минус Т1 Вышечка И это выигранная 1000 золота примерно В общей сложности Виха Есть Юл Также подстан Сразу же туда же И есть отнижный Прокаст от Тава Правда он немного От зони попытался Но все равно заплевывает По Вихе Правда тут нету Еще и Шрайна Вот это уже печаль Беда Потому что Виха Может попасться Виха Станчик есть по Логу Но Лог сейчас ответит Ему вдвойне И действительно Бресс Файр И это минус Виха Тоже погибает уже Второй раз подряд Не очень удачно Но здесь играет роль И отсутствие жира у него И он предпринимает Правильное решение Собрать БКБ Это действительно должно быть Решением его ситуации Погибает все временем От Майсела От его Блэйд Фьюри Еще и Кэрри Команда Ви Джей Фекс Пытался настучать Под Дастеру Дастеру есть Еще ультимейт Стоит об этом помнить И есть здесь еще И Террорайз Подвоим Отгоняет все-таки Корп Команда Пейн И Майсела может погибнуть Здесь Мира Все-таки прожимает Хилен Варт Успевает на Блэйд Дансе Спрятаться И с другой стороны Правда из-за этого Погибает Бейн Бросили его одного Но размен получился хороший Я думаю Жизнь Майсела В обмен на смерть Бейна И тут правда Тава еще начали цеплять Все два мулет По нему прокастовал Видимо Не он сам по себе прокастовал Потому что уже Лотар появился у Майсела Есть также еще Эваланч Забирает Миру с собой И Кинг Ау тоже попался Станчик Есть лого Брэйсфайра Поддувает И Кинг Ау тоже Он должен погибать Вот только Ставерна вернулся Опять погиб Мне кажется Это совсем уже Для него обидно Фекс Последний крит И наконец его забирают Так все время Джигернал Света Аркана И страшно орет Когда крит делает Что становится Жутковато Вот опять сейчас орет Но зато раскручивается Вокруг Драгон Найта Есть по нему подстанчик Нужно задувать уроном Но тут Виху еще подержал Немного на месте лок Поэтому долго его убивает Есть вон еще и Худ оф дефайнс Которым прожимает И все-таки Тосом его добивают Долго этот файт длился Долго И безудержно Пытались пробивать Не самую такую Тоненькую команду Виджей И все равно 600 золота зарабатывают Все-таки И Драгон Найт Особенно с Худом Дается не так-то просто И еще он силачий Дополнительный магризис появляется Но вы видите 47% Это говорит само за себя При этом еще и вайпер Который Ну он очень удачно Позади остается Стоит отдать ему должное Он отплевывается В нужных персонажей И за счет этого Не дает шансов Перемещаться активнее Команде Пейн Ну там все-таки Кто-то один Из-за вайпер страйка Остается сильно замедленным Внутри это как правило Тоже держится на рейнже Но второй раз подряд Попадается просто под Майселу Это работа через Омни слэш Его два раза подряд Омни слэш по нему выдал И два раза подряд Его вот так и забрал Пейн А теперь они же уже готовы Морально окопаться Около Рошана Регенерацию Дестани забрал Но у них есть криты Уже хорошего уровня Есть Виха С замакшенной Своей пассивочкой И у него кстати Уже появился видимо По деньгам Блокенбар Пока там летит еще кто-то К Таву Но я думаю Что он себе лотар Засобрал И Виха Думаю уже тоже с БКБшкой Да Забрал себе Этот Все никак не долетит До него курьер Я все жду-жду А он туда-обратно Туда-обратно Но все-таки Вихе достается Его 10-ти секундное БКБ Тава тоже с очень хорошим предметом И сейчас Мира Первый испытает на себе Вот этот ярость Команды Пейн Есть по нему еще подстанчик Все-таки Такие спилы по области Дают возможности Выйдить еще до Реал Дестани С танчиком не попали Откидываются деревом Все равно по нему настукивают И сейчас должны забирать Есть еще и Блейд Фьюри И это минус Минус 2 Открытая дорога К Т2 вышке И учитывая то Что у них еще есть БКБ Ну БКБ ладно Уже нету Зато есть Аегис Они могут зайти на хайграунд Байбеков нету Как вы видите Можно еще и полностью Сатистику включить Но все-таки На такое я думаю Не рассчитывала команда Сил Тьмы Что к ним опять На 19-й минуте заходить будут Опять лот погибает Сейчас Немного долго его пилили Но все равно Крипы рядышком Вся команда в сборе И Т3 вышка не составит Никакой особой беды 10 тысяч преимущества Даже уже 11 29-13 Мира Мира просто вард Нагло забрал Заработал себе Немного золота и экспы И Т3 вышка падает На бараке тоже можно навалиться Время есть Драгонайт выкупаться не хочет Без одной стороны Тоже можно играть Правда в их ситуации Наверное не стоит Так лишний раз стереться Ой-ой-ой Террора Все-таки кастуются По-троим Отличная работа Правда попадаются еще и в кусты На лото можно фоксить Но у него есть Нигида бессмертия Дестини залетает С ультимейтом И тут есть еще и ультимейт От Бэйна Дестини Поевает все-таки И мир и так же тут попался Это минус 2 И все-таки дорога на бараке При этом При этом Аегис они не потеряли Еще есть у меня слэш По фэксу Фэкса добивают Наверное опять гудгей Но вообще здесь есть Еще два байбэка Борется в этот раз До последнего Все время вторая игра Отчаяние у ВГ проходит Майсела Есть по нему Карст Краун Отходит назад При этом Дастер попался У Дастера Саленс Да здесь он висит уже Видимо Смертником Но зато барак добивает Не зря его жертва была Но погибнуть ему здесь суждено Правда еще с другой стороны Забирают кэри команды ВВД И так-то разбит Получился неравный Ну еще и Дастеры Очень долго пилили Но с него видите Больше золота заработали Чем с медведя Так что ситуация получается Курьезная 15 тысяч преимущества Все-таки подзаработали Немного с этого Сноса И Джиггернаут Остается с Аегисом Аегис еще долго Существовать будет Поэтому можно продавить По другой линии Дождаться появления Ультимейтов Появления Бэйна И пойти еще раз В смертный бой Там еще с другой стороны Убивают Найт Сталкера Пока у меня рука немела И Майсела Сам идет на перерез Хочет встретить Кого-нибудь из противников Флок Оказывается А здесь его нашли Есть еще и просветочка Мира ставит Весь свой прокаст Но есть Бэйфьюри Который позволяет ему Успешно и выйдить Ничего из того Что выдавал сейчас Мереско По нему не попало И кстати Появляется на 21 минуте Лондруида И заветный Радианс Возможность поспитпушить И этим спитпушем Время хотя бы потянуть Не знаю правда К чему это привезет Но шансы есть 21 минута прошла 16 тысяч преимущества И падают шрайны Действительно Что еще остается Время есть Но нужно собраться Через 9 секунд Уже будет у Сент-Кинга Ультимейт Это последний ультимейт Которого не хватает Ну ладно Тут еще и у Джаггера Он не слышно откатился Но тоже скоро появится Можно собраться И пойти давить По нижней линии Где вот стоит Злочастная Т2 вышка Тут правда просветка У Мира в прошлый раз Подвела Джаггера Ну и тут опять Есть сентри Вард есть опс Но перебивает все это дело Сент-Кинг Правда мы резко Шэдоу Реалма Пыталась забрать вард Не получилось Подкупчик по мере Есть Еще и начинает Продавливать С магического дэмэджа Виха Сайлс по Вихе Виха Ображивает БКБ Спасается И Мира ничего не смог Сделать здесь С учет своего Террорайза А Майселла только рад Что попался в Кусы Потому что далеко не убежал Из-за этого Есть еще Время до Конца Еггеса Еще минутка с небольшим И поэтому Можно опять Сойти на хайграунд Большая пачка крипов Опять команда В полном составе Все ультимейты Фэкс спрятался Фэкс будет искать Себе жертву Для Сайлеса Но я думаю Что Дастера Можно сбить еще И воидом Ой-ой-ой На Дастера выходит Именно его решили Цеплять У меня слэш есть Но пошел он по большей части По крипам и медведю Это не сильно что-то дало Фэкс погибает Но правда погибает Вместе с ним еще и Бэйн Да, жертва Очень незначительная На самом деле Учитывая то, что У Кингава еще и ХП нет Подстанчик Есть эпицентр Кастуется Влетает эпицентр под боем И Митсука должен погибать Действительно И Дестерни Также очень сильно просил По ХП Это минус Дестерни И также Лого сейчас навалится И все четыром будут его убивать Пытается до последнего Доможить Майсела Но Варт слишком хорошо его хилил Это минус 3 И байбэк еще от Вайпера Это последние байбэки Как вы видите Больше вообще ничего Команды Сил Тьмы нету Мира сейчас подгорит Есть Шаду Риум Но выживет ли Не получается Дестерни тут тоже попался Закидывает здесь еще Свой Незер Токсин Но это возможность Как-то поддамажить Майсела А тут только Рад На последних секундах Теряет свой Аегис И теперь восстает Из мертвых Абсолютно фуловый Ну все Это можно пробить Вторую сторону Сразу перейти на третью Потому что По двум сторонам Рядом уже крипы Бэкдор протекшн снят Или можно сразу Сехтрон Тут тем более Реслоса Бэйн Крипов сейчас оттолкает Кингао Фекс Фекс все-таки Быстрый сейчас Слишком ночью идет Как-никак Подстан Подвоим Отлично Подкопчик Вышел от Кингао Та вот делает Сейчас прокасывает По Мисуке А Мисуке опять погибает Лог Тут так С изолятором уже виха Поэтому прибивает броню Драгонайт Не очень хорошо Но все-таки Как-то это делает Правда еще и Кингао Опять попадет Созились пески Пытался заводить демош Получается это пока что Делает Мансит деревьев Подкопчик по Мире Но Миро пока что Еще живой и здоровый И готов даже воевать дальше Есть просветка Чтобы закинуть по Кингао Тычку заветную Но Дастер сейчас поймает его И да Тычка хорошая Бринсап И это минус Миро Так и не смог ничего сделать Жив до сих пор Саппорт Команды Пэйн Минус 4 Один живой вайпер Ни одного байбэка И идут в трон Ну действительно Здесь можно ГГ писать Я не знаю В чем смысл ждать Виха собрал дезолятора Во-первых Для борьбы все-таки С Драгоннайтом А во-вторых Чтобы быстрее нести Все прозаично Клубнично Математично Логично И Гудгейм Наверное Можно писать Хотя тут никто не писал Просто Миро сколивнуло ГГ пишет Виха И это минус Минус еще один шанс Победить Команды Пиджей В общей сложности У них сейчас 0.6 По очкам Должно быть Ну точнее сейчас Учитывая то что Учитываются серии У них